Модель предпрофессионального образования в современной школе. Какая она? 7 февраля директор Анна Вахнеева и команда школы 1517 встретились с педагогами и заместителями директоров московских школ на воркшопах по теме «Модель предпрофессионального образования». В классическом треугольнике отношений школа-вуз-работодатель произошли немалые изменения. Первая часть встречи ознакомительная. Директор Анна Вахнеева познакомилась с моделью предпрофессионального образования в школе номер 1517. Вы знаете, в первую очередь поразила, конечно, сама атмосфера в школе. Вот такое взаимодействие, такая взаимослаженность, скажем, всех участников образовательного процесса и руководителя, и заместителей, и коллег, и ребят. Вот это первое, что бросилось в глаза и, конечно, это невозможно не заметить, наверное, это вот успех, залог успеха этой школы. Модель предпрофессионального обучения, образования, простроена, организована замечательно, увлечены дети, есть результаты, что самое главное. Профессиональное самоопределение у детей простроено, и дети уже с 10 класса, с профильного класса знают, куда пойдут учиться. Далее участники посетили воркшопы по интересующим направлениям. В актовом зале была организована онлайн-трансляция из лаборатории школы, продемонстрировав новые возможности организации занятий в большой школе. По теме, показательная функция, ее свойства и график. Практикум. Внедрение в учебную практику алгоритмов реального производства. Регистрация физических процессов. Я сегодня побывала на воркшопе по физике, и, собственно говоря, абсолютно не физик, я учитель английского языка и гуманитарий абсолютный. Настолько было просто, настолько было понятно и увлекательно, и ты понимаешь, что действительно это работает, и работает на качество и на результат. Fusion 360. Информатика нового времени. Практикум. Самое популярное направление – работа в конвергентной лаборатории проекта «Медицинский класс в московской школе». Я была на воркшопе «Медицинский класс». У нас в школе медицинского класса пока нет, но, естественно, научный профиль пользуется спросом у родителей, у обучающихся. Поэтому мы тоже собираемся удовлетворить этот запрос наших родителей и наших детей. Был интересен опыт организации медицинского класса в школе. Спасибо. На дискуссионных площадках присутствующие обсудили такие темы, как партнерство с вузами и предприятиями с участием их представителей. В актовом зале задавали вопросы по учебному плану, реализации программы предпрофессионального образования.